Молодых семей и детств. Нет, я думаю, что она проработана крайне слабо, поскольку ее разработчики в принципе не могут учесть все обстоятельства, влияющие на молодую семью, влияющие на детей. Ну, скажем, можно обеспечить молодую семью каким-то пособием на выживание, но невозможно гарантировать семье хорошие перспективы после того, как ребенок хоть немного подрастет и можно будет его оставлять одного. Более того, сейчас разрабатываются все новые и новые законы, по сути запрещающие оставлять ребенка одного, а это значит, что кто-то из родителей, чаще всего мать, не имеют возможности работать вообще. Кроме того, учитывая, что сейчас вытворяют с нашей школой, я знаю многих, кто говорит, что боится рожать детей даже не потому, что не прокормить, а потому, что не выучить самостоятельно, а в школу отдавать. Это при нынешних учебных программах практически обрекает ребенка на глупость и так далее, и так далее. То есть проблема, несомненно, есть, но это проблема следствия большой группы осложнений, возникших в жизни всего общества, а не только самих детей, то есть самих молодых родителей, извините. И поэтому мне кажется, что надо будет не столько дорабатывать саму эту программу, сколько разбираться в том, какие именно осложнения в жизни всего общества влияют на молодые семьи, расширять их. Вот та статья, которую я сегодня утром отправил в известие, и которая завтра, надеюсь, там выйдет, заканчивается упоминанием одного из предостережений Владимира Ильича Ульянова. Тот, кто пытается решать частные задачи, не разобравшись сперва с общими, будет на каждом шагу натыкаться на последствия этих общих задач, не имея даже представления о том, откуда они берутся и как с ними справиться. Так вот, я полагаю, что вот эту программу придется дорабатывать не саму по себе, как сперического коня в вакууме из известного анекдота, а придется подключить к ней множество других задач и решать их всем. К сожалению, многие из нынешних осложнений общества, это в конечном счете следствие самого факта возвращения к рыночной экономике. Ну, не буду вдаваться тут в подробности, достаточно сказать, что в мае 2014 года вышел большой сборник моих статей под названием «Чем социализм лучше капитализма», где как раз и рассматривались и причины осложнений, возникших в нашем хозяйстве в советское время, и то, почему возврат к рыночному хозяйству был не лучшим выходом из положения, и то, каковы перспективы. Ну, по моим расчетам, примерно к середине 20-х годов сформируются технические условия, для которых социализм станет выгоднее капитализма уже по всем показателям без исключения, но до этого времени еще даже не было. Кстати, в ближайшие пару недель выходит новое издание этого сборника, очень сильно дополненное, оно выйдет под названием «Чем капитализм хуже социализма». По видео на Московской международной книжной выставке-ярмарке 9-го числа будет презентация в нескольких книг, подготовленных с моим участием, в том числе и я. Вот. Но я упомянул об этом к тому, что очень многое из осложнений, способных повлиять на молодую семью, это следствие самого факта перехода от чисто плановой экономики к чисто рыночной. На самом деле оптимальный вариант смешанный, и именно такая экономика существует сейчас в большинстве развитых стран. Но, к сожалению, экономический блок нашего правительства шарахается от любой мысли о плановом хозяйствовании, как черт от лада. Ну, не буду объяснять почему. Опять же, если вас заинтересуют подробности, найдете их в статьях этого сборника. Вот. Но, опять-таки, ваш вопрос, коллеги, зафиксировали. Когда буду в Думе, я надеюсь, что работать буду в Комитете по образованию. А эта самая программа поддержки молодого семья, она и Комитета по образованию тоже коснулась. Спасибо. Спасибо.